Money makes the world go around, the world go around, the world go around, go around Hello, и с вами Helen C. Мы начинаем второй час нашего курса «100 слов за час». Прошлый час мы начали с известного высказывания. Сделаем эту традицию и возьмем такую фразу. Money makes the world go around. Некоторые слова отсюда мы уже знаем. Money – деньги. Go – ехать, ходить. И there – это наш артикль, показывать что-то конкретное. Теперь рассмотрим остальные слова. Make – это глагол. Основные его переводы – это делать, готовить и заставлять. В данном случае мы берем перевод «заставлять». World – это мир, так как речь идет о нашем с вами мире, то есть он конкретный, он будет the world. И слово round. Round – это round, вы это знаете из русского. Также это круглый, вокруг, кругом. Go round – это ходить вокруг, крутиться, кружиться. И получается. Money makes the world go round. Деньги заставляют мир крутиться. Более художественный перевод этой фразы – деньги правят миром. Но теперь мы знаем, как это дословно переводится. Теперь о грамматике. В нашем первом часе мы рассматривали настоящее время глаголов. И мы выяснили, что если у нас идут местоимения I, я, we, мы, you, ты, вы, they, они, то глагол после них не меняется. То есть как мы его видим в словаре, так он у нас и идет. Сейчас мы продолжим это правило, и оно у нас будет самым основным грамматическим правилом на протяжении всего этого второго часа. Кроме множественных чисел у нас есть единственные. И возьмем местоимение he – это он, говорится о людях, she – она, тоже о людях, it – в английском языке нету женского и мужского рода у предметов, поэтому любой предмет у них it. Но мы переводим этот it в соответствии с русским языком. То есть если это, например, стол, это будет он, но в английском это it. Если это сумка, ручка, это будет она в русском, но в английском это тоже it. Там окно, солнце, средний род, но опять же в английском это будет it. Итак, he и she используются для людей, он, она, it – это тоже он, она, оно, но для предметов. К этому же правилу относится слово who – кто, вопросительное слово. В русском мы тоже говорим кто сидит, кто лежит, не множественное число используем, а единственное. И в английском то же самое. Ну и, конечно же, любое существительное в единственном числе. В английском слово money – это единственное число. Да, у нас множественное, деньги, они, у них money – это it. И у глагола мы должны добавлять окончание s, если у нас наш субъект, наше подлежащее в единственном числе. И получается money makes the world go round. О правилах произношения этого окончания мы с вами узнаем в следующем видео. А сейчас повторим то, что успели узнать. Итак, make – делать, готовить, заставлять. World – мир, если речь идет о нашем с вами мире, то получается the world с артиклем the. Round – круглый вокруг, go round – крутиться, ходить вокруг, кружиться. Money makes the world go round. Деньги заставляют мир крутиться, деньги правят миром. И если у нас идет какое-то местоимение в единственном числе, либо существительное, то мы глаголу в настоящем времени добавляем окончание s. Это происходит после слов he, он, she, она, it для предметов, он, она, оно, who, кто. Ну и любое существительное, как в данном случае, слово money. Ну на этом все, и до встречи в следующем видео курса 100 английских слов за час с Helen C.